Сегодня у нас в гостях заведующая отделением медицинской профилактики взрослой Винновской поликлиники Лариса Соловьева. И поговорим мы о росте случаев заболевания ОРВИ. Добрый день. Здравствуйте. Что, действительно такая вот авральная ситуация? Да, последнюю неделю наблюдается повышенный рост заболеваемости, респираторные инфекции, ОРВИ, грипп. И отличить их можно по клинической картине. Как правило, начинается острое заболевание, температура поднимается до 40 градусов, не падает порядка трех дней. И потом присоединяется бьющий, приступообразный кашель, невыносимый, с слабостью выраженной астении, потливостью. И поэтому мы призываем при первых симптомах проявления респираторной инфекции сразу обратиться за медицинской помощью. Тем более, что для этого на сегодняшний день в поликлинике созданы все условия. Практически у нас на сегодняшний день поликлиника работает на оказание неотложной помощи в две смены, с 8 до 20, включая субботу, воскресенье. Прием ведут 4 врача. И прием осуществляется до 250 человек в день. При этом вызовы на дом, порядка 150 вызовов, которые обслуживаются тоже день в день, усилены бригадами из врачей и фельдшеров. При этом осуществляется запись на повторное посещение пациентов в процессе заболевания. Пациент может записаться либо самостоятельно через портал госуслуг. Его могут записать при первичной явке. Также, опять же, ведется каждый день прием в конкретном выделенном кабинете 205. Опять же, с 8 до 20, где пациент, не записавшись к врачу, может прийти и самостоятельно пройти по живой очереди, попасть к терапевту. Ну, как бы беспрепятственно. Существуют ли какие-то эффективные меры профилактики? Конечно. Самые эффективные меры профилактики – это вакцинация против сезонного гриппа. На сегодняшний день снижена иммунная прослойка по гриппу. Иммунитет подорван борьбой с ковидной инфекцией. В последние годы не было всплесков такого повышенного заболеваемости гриппа. Поэтому организм очень восприимчив к данному вирусу. На сегодняшний день это вирус А, гриппа H1N1. Он очень заразен, очень тяжело протекает. Но так как иммунитет ослаблен, он течет тяжело. Поэтому обязательно необходимо привиться. И если человек на сегодняшний день находится вне болезни, если он уже выздоровел после перенесенного какого-то заболевания, с учетом того, что штаммов много, поэтому привиться надо. Вакцинация также проводится каждый день в поликлинике с 14 до 20 часов. Вакцина есть. Иммунитет в стойке развивается через 8-12 дней. И практически иммунитет перекрестный, потому что штаммов много. И как бы вакцина всегда создается с учетом нынешних штаммов. Поэтому очень хорошая защита вакцинации от сезонного гриппа. Ну, в связи с тем, что поликлиника работает в таком напряженном режиме, влияет ли это как-то на процесс диспансеризации? Значит, диспансеризация продолжается. На сегодняшний день вот в нашей Винновской поликлинике диспансеризация охвачена более 10 тысяч человек прошли диспансеризацию. Диспансеризация проходит отдельно, на четвертом этаже. Она не связана с больными, которые обследуются и проходят лечение по поводу респираторной инфекции, которая проводится на втором и первом этаже. То есть человек, записавшись, придя на четвертый этаж, практически обходит весь маршрут диспансеризации на одном этаже, не сталкиваясь с больными респираторной инфекцией. В процессе диспансеризации на сегодняшний день выявлено порядка вновь выявленных заболеваний с сахарным диабетом. 26 человек за год. Это, ну, достаточное количество. 23 человека впервые выявлены на онкологии. Также продолжают наблюдаться онкологические больные, и больные с сахарным диабетом, ну, вот в процессе диспансеризации проходят дополнительные исследования. Диспансеризацию проходить надо, потому что диспансеризация – это комплекс обследований, которые скрининговые, которые включают в себя выявление впервые хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь она направлена на выявление онкологической настороженности. Также выявляются факторы риска развития сердечных сосудистых заболеваний, холестерин повышенный, повышенные цифры давления. Все это в процессе прохождения диспансеризации корректируется, назначается лечение, назначаются контрольные явки, и как бы диспансеризация остается актуальным звеном. Ну, надеюсь, послушав все, о чем мы говорили, люди все-таки хоть чуть-чуть начнут внимательнее относиться к своему здоровью. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделением медицинской профилактики взрослой Видновской поликлиники Лариса Соловьева. К другим темам.